С нами на связи Ярослав Башко, глава Центра политических исследований «Доктрина». Ярослав, здравствуйте, рада вас видеть в нашем эфире. Да, здравствуйте, рада вас видеть. Собственно, партизанское движение, да, это такая хорошая традиция украинская, которая идет, ну, не одно десятилетие так точно, от УПА до нынешних граждан Украины, которые противостоят российским оккупантам, кстати, с 2014 года, в том числе до сегодняшних дней. И знаете, исходя из месседжей, которые часто читаю в телеграм-каналах, в соцсетях так называемых журналистов особого назначения, военкоров российских, ну, в целом, даже за полтора года ведения агрессивной войны против Украины, полномасштабной, до сих пор почему-то не готовы и не были готовы точно 24 февраля 2022 года к подобному противостоянию со стороны украинских граждан, которые ныне, к сожалению, проживают на временно неподконтрольных территориях Украины. У вас не складывается такое впечатление, что, ну, не научились до сих пор мало того, что выявлять, да в принципе адекватно оценивать жителей тех территорий, которые оккупировали российские войска? Ну, во-первых, мы должны подчеркнуть, что так называемые неконвенциональные методы ведения войны, то есть и партизанская война, и подпольная война, это всё до сих пор является очень сложным в противостоянии. Почему это, собственно, так широко начало применяться в различных конфликтах по всему миру? Потому что это действительно тот метод, который при определённом уровне менеджмента процессов даёт поразительные результаты, с которыми противник, скорее всего, будет не в силах собладать долгое время. И Российская Федерация, имея очень низкую, скажем так, организационно-управлянческую культуру, она, конечно же, не смогла с таким вызовом противостоять. И это было, скажем так, заметно ещё и ранее, во время Первой и Второй Чеченских войн, что Российская, та управленческая и организационная вот эта система принятия решений, что она не способна противостоять иррегулярным формированиям, малым группам, партизанам, подпольщикам и такое прочее. На Западе сложился определённый консенсус, да, что раз Вторая Чеченская война закончилась, то, что, дескать, якобы Российская армия этому научилась. Однако, как показала война в Украине, это действительно ошибочное впечатление. Российская армия всё ещё не способна противостоять этим явлениям в полной мере. И точно так же российские спецслужбы, они не сильно продвинулись далее, чем, собственно, Российская армия в противостоянии украинскому подполью. Есть вот сообщение, есть прекрасная инициатива, по моему мнению, она называется «Жёлтая лента, жёлтострижка», если на украинском языке. Очень распространено движение активистов на временно подконтрольных территориях Украины. Есть даже жёлто-синий флаг на самой высокой вершине Крымского плато, Четырдак, это Экклезибурун. На днях там недавно буквально была, я так понимаю, встреча, возможно, либо просто вот такая акция проведена, «Жёлтая лента» там появилась от активистов движения. Сообщается, что это было координационное собрание, где активисты искали новые способы эффективной деятельности. Если мы говорим о, в принципе, партизанском движении, есть несколько направлений, спасибо, вы об этом также упомянули. Собственно, непосредственно, к примеру, подрывы железнодорожных линий. С другой стороны, это вот такое мягкое воздействие на жителей определённых регионов. Не знаю, возможно ли, в принципе, оценить эффективность, как вот подрыва линий, по которым везутся БК, комплект, собственно, для российско-оккупационных войск, с, не знаю, с тем, чтобы повесить жёлтую ленточку где-то на дереве, где-то в Севастополе? Я скажу так, что это инструменты разного типа. И не зря они существуют параллельно во времени. Потому что понятно, что вооружённое движение сопротивления, оно всегда находится в центре внимания, про него известно немного. Но в чём главная его проблема? Оно не может быть очень многочисленным, к сожалению, потому что для участия в вооружённом подполье нужно иметь соответствующие навыки, которыми, скажем так, обычный гражданин чаще всего не обладает. То есть это навыки конспирации, обращения с оружием, скажем так, умение в различные организационные вопросы по таким стратегическим действительно ситуациям, кризисным, и умение, опять же, сохранить эту всю структуру в целости в течение нескольких лет. То есть, как мы понимаем, здесь это всё-таки ориентация на небольшое количество людей. Если мы говорим про более, скажем так, мирные, гражданские формы протеста, то это как раз метод для того, чтобы, во-первых, люди на самой оккупированной территории имели чёткое понимание, что Украина никуда не уходила, что есть определённые маркеры присутствия Украины, что им не стоит для себя принимать ту мысль, которую хотят навязать оккупанты, что Украина ушла навсегда, и что якобы её больше никто не ждёт, и человек со своими там проукраинскими взглядами на оккупированной территории, он часто оказывается капсулирован. То есть Россия пытается ему создать впечатление, что он со своими мыслями один, поэтому он якобы для выживания должен изменить свои взгляды. Но вот такие вот движения, они помогают подчеркнуть, что нет, на самом деле очень много людей рядом поддерживают Украину. По разным причинам они сейчас, конечно, не могут, например, выйти на площади, в силу контрразведывательного режима, но они проявляют себя, они имеют разные методы коммуникации, разные методы, опять же, маркирования своего присутствия для того, чтобы просто поддержать дух даже тех людей, которые живут рядом. И это, скорее так, вооружённое и гражданское сопротивление – это проразный функционал, скорее так. Не вопрос, а скорее ремарка. Перед вопросом, следующим кусочком нашей темы – это вот те ожидания и те, скажем, попытки померить на себя, вернее, через призму своего восприятия мира, что бы могло происходить внутри Украины, если бы Киев за три дня. Я просто не представляю, как партизанское движение в масштабах огромной страны, то есть каждый второй, наверняка, если не каждый первый, был бы партизаном. Как это всё движение можно было удержать? Сколько нужно миллионов сюда прислать военизированного контингента для того, чтобы сдерживать это движение? Но это, скорее, ремарка, это не вопрос. Это такие рассуждения о гипотетическом развитии событий, если бы. Давайте поговорим о том, что происходит с зеркальным партизанским движением, ведь оно, оказывается, тоже есть в России. Россия начала борьбу с партизанами внутри страны, как информирует Центр национального сопротивления в Брянску и Курскую области, перебрасывают спецназ Главного управления Генштаба Вооружённых сил Российской Федерации. Речь идёт о полсотне военных. Также сообщается об усилении конфронтации между российским ССО и ГУР на фоне распределения силового контроля и их влияния в приграничных регионах России. Ярослав, кто же это волшебное партизанское движение внутри Российской Федерации? Ведь мы, по сути, видели, как разбегались в разные стороны, если не те, кто стояли по бокам дороги и приветствовали пригожинские войска, а те, кто бежали, например, от тех же регионов освобождения России и РДК из приграничных областей. Кто может составить этот костяк движения? На чём оно может базироваться? И действительно ли у них есть все возможности коммуникации, логистики и возможности вооружения, чтобы оказывать сопротивление внутри страны? Ну, во-первых, нужно подчеркнуть, в XXI веке партизанская война — это больше не про какую-то масштабную логистику и не про масштабные структуры, это действительно про автономные боевые ячейки, количество людей, которых, как правило, составляет малую социальную группу, что позволяет им быть более-менее устойчивыми. Я полагаю, что в этом случае мы имеем какие-то проявления последствий такого феномена, как популярность РДК в России. То есть, по сути, мы видим, что был дан боевой клич. Одним из, по сути, лидеров сопротивления, командиром РДК, был дан клич готовиться скупать оружие тем, кто остался в России и такое прочее. И этот клич, скорее всего, был дан как раз в среду ультрас российских, в среду, условно говоря, представителей уличных субкультур, правой молодёжи, фанатов разных футбольных клубов. То есть, те, кто всегда составляли основу и костяк тех политических движений радикальных в России, которые были против власти всегда, в той или иной степени, которые против власти всегда применяли и драки на Манежной площади, и разные другие инструменты. Я думаю, что зёрна, которые посеяли РДК и через свои вот эти рейды в приграничные области Украины, российские области, эти зёрна начали всходить. То есть, все поняли и внезапно сложили для себя два факта. Во-первых, есть сопротивление Путину, не только какое-то фейсбучное либеральное, оно и вооружённое существует, и в нём тоже принимают участие русские, россияне. И, во-вторых, сама эрозия Путинской Российской Федерации, которую все увидели на примере мятежа. Можно как угодно этот мятеж расценивать, но сказать, что это была та ситуация, в которой у властей всё было по плану, и что это никак не демонстрирует эрозию, даже российские граждане, живущие в России, в это уже не верят. Поэтому два момента, я думаю, здесь очень удачно совпали. Ну да, вы говорите, что в 21 веке партизанское движение совершенно иное. Мы тоже думали, что в 21 веке война с танками и с обычной пехотой, это тоже какой-то архаизм, который вождь соседнего государства насмотрелся в старых советских кинофильмах. Но, как оказалось, нет. Что ж, наблюдаем дальше за историей. Ярослав Башко, глава Центрополитических исследований «Доктрина», был гостем этой студии. Продолжение следует...